На незаконное создание государственного заказника Курдай Жайсан жалуются фермеры. По словам владельцев земель, разрешения на его создание они не давали. И в листе согласования якобы не подписывались. В списке фермеры обнаружили подписи и умерших людей. Кроме того, там оказались и фамилии тех, у кого вовсе нет земель на этой территории. Анастасия Сулейманова расскажет подробности. Государственный заказник Курдай Жайсан создали в 2019 году. Но о его существовании фермеры узнали лишь в прошлом году. Случайно. Юрий Строков рассказывает, что в листе согласования он обнаружил свой кадастровый номер земельного акта. А вот фамилия и подпись чужие. В этом же списке есть данные владельцев других крестьянских хозяйств, которые в 2018 году также ничего не подписывали. Нашему адвокату предоставляли бумаги, где справка о смерти. То есть человек в 2016 году умер, а в 2018 году за него дважды поставили подпись. То есть если так будут создаваться государственные заказники, то в дальнейшем не только нам ограничение будет крестьянское хозяйство, в дальнейшем они также возьмут и вообще заберут эту территорию, если мы сейчас не отреагируем на вот это, я вам можно сказать, беззаконие. Наши подписи были подделаны. Из-за этого мы хотим справедливости. В листе согласования под номером 170 моя фамилия, стоит мой кадастровый номер, но роспись совершенно не моя. Моя роспись выглядит вот так. Визуально они отличаются. По словам фермеров, никаких собраний и совещаний по созданию госзаказника Корда Ижайсан никто не проводил. Земли у хозяйств не изъяли, но ограничения ввели. Например, запрещается введение сельского хозяйства с использованием различных ядохимикатов. Кадастровый номер совпадает, а подпись вообще не моя. Ко мне никто не обращался. Указано, что нельзя в заповеднике косить сенокосы. А как это, если не косить, а где мы будем сено брать, если мы в заповеднике находимся? Это дело не согласовывалось. В трех местах роспись. Все три росписи разные. Это все три росписи, не мои. Я, конечно, протестую против такого. Ведущий юрист по земельным вопросам Бахаджан Базарбек утверждает, что при создании заказника Корда Ижайсан подделали подписи свыше 1700 человек. Без каких-либо экспертов мы можем убедиться, что подписи ставили одни и те же люди, так как незамысловатые изгибы этого почерка, они показывают, что это дело рук нескольких людей. Сейчас идет судебное разбирательство. Доказательная база имеется, отмечает Бахаджан Базарбек. Если все-таки в судебном порядке мы сможем доказать, что подписи, которые были в лесе согласования, не являются подписями этих лиц, то есть собственников земель и землепользователей, то это может привести к мультипликативному эффекту всего этого дела. То есть отмене, если подлежит технико-экономическое основание, то в дальнейшем несложно будет подать иск в суд об отмене самого постановления Акимата Жембульской области по созданию Корда Ижайсан. Подделку подписей и другие какие-либо нарушения по созданию госзаказника ответственные специалисты отрицают. Говорят, нарушений никаких нет. Все законно. Проект техники экономического основания по созданию особо охраняемой природной территории на территориях Курдайского и Шуцкого района Жембульской области был разработан и согласован с собственниками земельных участков и землепользователей. Процедура прошла все законно. После этого этот проект получил в Департаменте экологии положительное заключение экологической экспертизы. После этого был утвержден этот проект. Между тем фермеры ждут справедливого решения суда по созданию госзаказника Корда Ижайсан. Анастасия Сулейманова, Руслана Хотела, Жембульская область, Хабар, 24.